По словам самих спортсменов, соревнования на призы Владимира Немшилова – это тот случай, когда победа особенно дорога. Хочется быть лучшим в своем городе, тем более, когда на тебя смотрит чемпион. Эти соревнования для меня очень сильно значат, потому что соревнования Немшилова – это для меня лучше, чем какие-то другие соревнования. Потому что я выступал не просто так, а я выступал за свой город и за свою честь. Кстати, стартовали соревнования в дистанции на 100 метров батерфляем, ведь именно эта дисциплина стала судьбоносной для сочинца Владимира Немшилова в далеком 1968 году. Тогда он принес в копилку сборной команды СССР свою бронзовую медаль. Сегодня он в 11-й раз приезжает на курорт, чтобы поболеть за начинающих пловцов. Всегда волнение, так как это детские соревнования, а в этом году рекордное количество заявок – 500 человек. У нас сюда собиралось 200-250 человек, а в этом году вдвое больше, и волнение прибавляется. Хочется всегда у нас на высшем уровне проводить эти соревнования. Среди участников не только сочинцы, но и спортсмены из других городов Юга России. После капитального ремонта спортивной школы на улице Паярка в Сочи появилось еще больше потенциальных чемпионов. Успехи есть. Несколько ребят у нас попадают в сборную края, поэтому результат есть и стараемся еще увеличивать. В этом году мы набрали 270 первоклашек, из которых будем делать спортсменов. Из-за рекордного количества участников организаторам пришлось разбить соревнования на три дня, чтобы никто из желающих продемонстрировать свои возможности не остался в стороне. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.